МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в студии программы «Надо разобраться» гость. Ник Луйчич, мотивационный оратор, писатель, директор некоммерческой организации «Жизнь бесконечностей». Ведущий программы Григорий Кисель. Ник, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо. Как настроение? Чудесное. Я счастлив, что приехал в Минск. Спасибо. Ник, вот тебя знают во всем мире, и даже знают, что ты любишь юмор и ценишь юмор, и сам человек с юмором. Да, с юмором у меня все в порядке. Когда люди спрашивают, что со мной случилось, я обычно отвечаю, это все из-за сигарет. И я хочу, чтобы люди знали, что... А как люди реагируют на то, что ты говоришь, что это из-за сигарет? Им нравится эта шутка, они сразу понимают, что я не отношусь к себе чересчур серьезно. Знаете, в жизни случается всякое, и в любой ситуации у человека есть выбор или концентрироваться только на негативе, или видеть во всем светлые стороны и возможности. Когда ты родился без рук и без ног, родителям было не до юмора. Понятно, они были в шоке. Вот я читал ваши книги. В детстве хватило проблем? Да, мое детство было непростым. Я был первым ребенком с ограниченными возможностями, который стал учиться в обычной школе. Никто не представлял, на что я способен, пока я не начинал это делать. Я очень благодарен своим родителям за их мужество, за то, что они вдохновляли меня, учили стараться, выкладываться на все 100%. Они перевели тебя из специальной школы в обычную школу? Вообще, еще до того, как я пошел в первый класс, родителям удалось договориться с властями, чтобы я сразу учился в обычной школе, минуя специализированную. Конечно, временами было непросто, но многое мне нравилось. Отец привил мне любовь к математике. И несмотря на то, что я не мог соперничать со своими сверстниками в беге, например, или в чем-то другом, я всегда знал, что в математике лучше. Можно мозгами соседаться, да? Да, и это помогло мне понять, что я могу конкурировать с другими. В школе у меня было несколько настоящих верных друзей, которые любили меня и принимали таким, какой я есть, но очень многие издевались и дразнили меня. Из-за такого отношения ко мне со стороны большинства, людям было трудно поверить, что я могу быть благодарным судьбе и что в моей жизни есть место надежды. У тебя же были какие-то минуты отчаяния, минуты, когда ты пытался утопиться, и потом, когда представил, как будут горевать родители на похоронах, ты решил, что это делать не надо. В дальнейшем тебя посещали подобные мысли, или ты решил, что это неправильно? Нет. Я об этом больше никогда не думал. Во-первых, я хотел поблагодарить вас за то, что вы прочитали мои книги и знаете мою историю. Многие журналисты перед интервью не удосуживаются этого сделать. Спасибо вам. Это была история о безнадежности. После той попытки самоубийства я ни разу не возвращался к мыслям о чем-то подобном, потому что благодаря родительской любви, моему личному опыту, понял, что у человека всегда есть выбор быть благодарным за то, что у тебя есть, или злиться из-за того, что у тебя чего-то нет. У меня была любящая семья, у меня была моя жизнь. Я понял, что мое будущее определяет именно этот личный выбор, а не мнение окружающих. Знаете, когда я читал книгу, я очень переживал за детали, когда вы описывали, что вы хотели перевернуться лицом в воду, и у вас это не получалось. Я читал книгу это со слезами на глазах. Вы знаете, моя история не единственная. Вокруг нас, в том числе и в Беларуси, очень много людей, которые кажутся живыми, но внутри у них выжженная земля. Я надеюсь, что моя история учит отзываться на чужую боль и помогает справляться с депрессией, какой бы глубокой она ни была. Я хочу, чтобы моя история воодушевляла и помогала людям понять, что у каждой жизни есть великая цель. Эта история учит мечтать о большем. Мне повезло. Я родился в Австралии, в процветающем государстве, которое идет навстречу таким, как я. У меня были любящие родители. И именно потому, что я родился в Австралии, что я получил хорошее образование, что у меня такая семья. Я чувствую, что должен помогать нуждающимся в странах, где у людей нет тех возможностей, которые были у меня. Моя цель — учить их не сдаваться, интегрироваться в общество и любить друг друга. Вы как-то тоже написали о том, что вы не принадлежите какой-то одной религии, вы не служите никакой одной церкви, что у вас особое отношение с Богом, и у вас есть от Бога миссия помочь людям найти свой путь в жизни. Что это за миссия, что это за Бог у вас есть? Жизнь быстротечна. Что такое 90 лет по сравнению с вечностью? Для меня пример — мой отец. Ему 61 год, и у него рак. Если верить врачам, то он должен был умереть уже 5 месяцев назад. Но он до сих пор жив. Когда я смотрю на него, я вижу цельную личность. У него есть все, что ему нужно. Он осознает истинность своих ценностей. Чтобы он жил и дальше. И он... Спасибо. И он четко понимает, что он житель Царствия Божьего, а на земле только временный гость. Многие не верят в Христа из-за того, что не верят церквям. Люди воспринимают их как некие бизнес-организации. Кто-то отворачивается от веры из-за негативного опыта взаимоотношений с христианами. Я следую за Иисусом не потому, что принадлежу к какой-то церкви. Я следую за Иисусом из-за Него самого. Из-за того, каким Он был, что делал, как Он жил. И из-за того, кем Он, по Его собственным словам, являлся. Я хочу, чтобы люди искали Бога и просили Его раскрыть им свой замысел. Чудеса могут случаться и на обломках жизни. Важно, чтобы вы сами дали этим обломкам шанс. Вот я все ссылаюсь на ваши книги. Вы написали о том, что вы всю юность шили в страхе, что вас не полюбит ни одна женщина, что она не станет вашей женой, что у вас не будет детей. А вот в этой книге «Любовь без границ» вы написали о том, что всегда найдется человек, который вас будет любить, и который разделит с вами вашу жизнь. Это всегда можно найти такого человека? Знаете, некоторым брак просто не предначертан. Я понял одну вещь. Если вы не научитесь быть счастливым один, без семьи, вы не сможете быть счастливы и в семейной жизни. Если мне не верите, спросите у любого семейного человека. Мы должны понять, настоящую любовь нужно искать. Ее нужно заслужить. Я очень благодарен Богу за свою жену, которая любит меня и наших детей. У нас два сына. Одному три года, второму восемь месяцев. На заре наших с женой отношений я сильно переживал из-за того, что не смогу коснуться ее руки, но потом понял, что главным было коснуться ее сердца. Главное — это то, как сильно я ее люблю и ценю, как я ей служу. Знаете, многие мужчины переживают, потому что приносят в семью мало денег. Я хочу, чтобы вы все знали, в браке жена любит вас не из-за денег. Любовь вашей второй половины напрямую зависит от вашей любви к ней и вашим детям. Мужественность — это нечто намного большее, чем любой материальный атрибут вашей жизни. Вы в своих книгах довольно откровенно описываете некоторые такие деликатные моменты, интимные моменты, о том, как вы до брака решили вместе с Канавой не вступать в интимные отношения, и ей даже пришлось вас скотчем привязывать несколько раз к креслу, чтобы немножко смирить ваши порывы. Нет, это была шутка. Но понимание того, что секс до брака — неправильный путь, очень важно. Многие, к сожалению, живут интимной жизнью до брака и убеждают себя в том, что секс — это и есть любовь. Секс — это еще не любовь. Любовь — это тот, кто всегда будет рядом, несмотря ни на что. Я все время говорю подросткам, не ищите подружек и бойфрендов, не стройте кратковременные отношения, ищите жен и мужей. Пока вы будете искать легкие отношения, у вас будут легкие отношения. Но если вы будете искать мужа или жену, вы обретете семью. Принимая жизненное решение, нужно понимать, если вы связываете свое счастье с временными вещами, деньгами, наркотиками, сексом, алкоголем, порнографией, стремлением прославиться, ваше счастье тоже будет временным. Но ведь есть еще душа, и она прекрасна. Душа любого человека прекрасна. Душа — это ваше настоящее «я», и именно в ней, а не во внешнем мире, источник истинного счастья. Ник, как вы будете воспитывать своих сыновей? Как им объяснить, что вы такой, как все, просто у вас нет рук-ног? Как воспитать вообще детей, чтобы они были милосердны, чтобы они понимали других людей, принимали такими, как они есть? Я хочу, чтобы они знали, каждый человек прекрасен таким, какой он есть. Мои брат и сестра понимали, что у меня нет рук и ног, но им это было неважно. Ники — это Ники, так ведь? Мои дети будут знать, что папа — это папа. Да, у него нет рук и ног, и я понимаю, что нам не удастся избежать вопросов об этом, но как раз то, что у их отца нет рук и ног, поможет им понять, что о людях не следует судить по внешности. Никогда не знаешь, насколько прекрасна душа человека, пока не поговоришь с ним. Как вы чувствуете, как ваши дети любят вас? Вы знаете, я очень переживал из-за того, что не смогу обнять детей, когда они плачут. Но сейчас, когда мой старший трехлетний сын, который уже выше меня, плачет, он сам меня обнимает, и это прекрасно. Это великолепно, это трогательно. Я никогда не смогу сделать всего того, что делают обычные отцы для своих детей, но я способен на самое важное. Я буду любить их, я буду рядом, я буду их поддержкой и опорой, но при этом буду держать их в строгости. Мои родители были достаточно строгими, я не был испорченным ребенком. Если мне хотелось что-то купить в магазине, мне нужно было это заслужить, пропылесосить пол. Вы же не можете их ремнем отшлепать по попе. Как вы их будете наказывать? Мы с женой пока не прибегали к ремню, но мы можем поставить их в угол или лишить на время каких-то радостей, чтобы они понимали, что такое дисциплина и почему какие-то вещи делать не стоит. Это важно. Мои родители заставляли меня пылесосить, брат должен был выносить мусор, сестра выполняла какие-то свои обязанности по дому. Я мог пылесосить, и я это делал, зарабатывая таким образом 2 доллара в неделю. Я убирал у себя в комнате. И если мне в магазине нужна была какая-то игрушка, родители мне ее обычно не покупали, я должен был купить ее себе сам за собственные деньги. Это научило меня бережливости, трудолюбию и ответственности. Эти ценности я собираюсь передать и своим детям. Как вы думаете, ваш старший сын гордится вами? Я уверен, что да. Ему только 3 года, а он любит меня, он скучает по мне, и я по нему очень скучаю. Я очень люблю свою семью. Ну, на Земле же сотни миллионов людей, которые имеют какие-то формы инвалидности. Многие замыкаются в себе, многие входят в депрессию. И, конечно, многие видят, что вы без рук, без ног, имеете два высших образования, катаетесь на серфинге, играете даже в футбол, прыгаете с парашютом, на компьютере работаете. Конечно, они хотят знать, как это у вас получилось. Знаете, у каждой страны свой уровень развития, свои запасы ресурсов. Каждая страна переживает спады и подъемы. В каждой стране общество по-разному может относиться к людям с особенностями. Если бы я родился в Австралии на 5 лет раньше, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Из-за общества, из-за уровня развития технологий. И кто знает, кем бы я стал, родись я на 5 лет раньше. Ты никогда не знаешь, чего можешь достичь. А кем бы вы могли быть, если бы вы родились не в такой успешной стране? Ты никогда не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь. Постоянно приходится испытывать и делать что-то новое. Для этого необходимо мужество. Мужество не побеждать, мужество терпеть поражение. Нику Войчичу пришлось много раз проиграть, прежде чем он стал успешным. Если бы у меня были руки и ноги, я не знаю, кем бы я стал. Я не думаю об этом. Это непродуктивно, но я действительно точно знаю. Я сегодняшний. И хочу, чтобы об этом знали остальные. Иногда стране необходимо время, чтобы выйти на определенный уровень, будь это экономика или образование. И я надеюсь, что Беларусь примет меня как брата, чтобы в дальнейшем прилагать еще больше усилий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Я в этом не сомневаюсь, но у меня вопрос. Развивается медицина, пересаживают органы, наращивают органы, готовятся к пересадке головы человека. Вы как-то не мечтаете о том, что вот уровень медицины, который может вам сделать ноги настоящие, руки настоящие. Ну, во-первых, голову пересаживать я точно не собираюсь. Я хочу в целости добраться до дома. Речь не о вашей голове. Да, я понимаю. Просто, если кто-то вдруг подумает, что касается механизированных конечностей, я их пробовал в детстве. Они мне не подошли. Они были, как бы вам сказать, они были не так хороши, как мы себе это представляли. При современном уровне технологий уже все по-другому, конечно. Но я достаточно долго учился быть независимым. Я счастлив, что вокруг меня есть люди, которые мне помогают. Не думаю, что когда-нибудь буду пользоваться механизированными конечностями. Я счастлив быть таким, какой я есть. Ник, вы считаете себя мотивационным лектором. Вот как вы понимаете, что такое мотивационный лектор и к чему вы мотивируете остальных людей? У меня две компании. Первая называется «Жизнь бесконечностей». Это некоммерческая организация, это служение. Мы уже пожертвовали миллионы долларов бедным и нуждающимся. Мы стараемся помогать людям по всему миру, насколько это в наших силах. Мы с женой помогаем содержать еще троих детей. Мы вообще считаем, что детей у нас не двое, пятеро. Мы стараемся делать все от нас зависящее. Вы живете одной семьей в одном доме, пять детей? Или вы как-то отдельно живете? Нет, мы помогаем содержать троих детей. Они живут на других континентах. Мы хотим помочь им получить образование, получить университетские дипломы. В рамках деятельности моей некоммерческой организации «Жизнь бесконечности» я имею возможность говорить с людьми о своей вере. Вторая компания — мотивационная организация отношения к вдохновению. В рамках деятельности этой компании я говорю со всеми, не только с теми, кто хочет слышать о вере. Я хочу вдохновлять всех. Я мотивирую людей, настраиваю их на позитив, учу их быть благодарными за то, что у них есть, учу их доброте и щедрости. Это здорово. Но если люди хотят знать главный секрет моего, счастье, хотят знать, в чем главный источник моей внутренней силы, я говорю с ними о своей вере. Вы переехали жить в Америку, и почему вы не остались в Австралии? Хороший вопрос, спасибо. Я начал выступать перед людьми, когда мне было 19. За 4 года я успел выступить перед пятью сотнями разных аудиторий. Скопил немного денег и собирался в Африку, чтобы пожертвовать эти деньги детским приютом. По дороге в Африку я остановился в США у своих родственников в Калифорнии. Они спросили, что ты собираешься делать с этими деньгами? Я ответил, что собираюсь отдать их в приюты. И мой дядя спросил, а чем ты вообще собираешься заниматься в жизни? Я сказал, что хочу достучаться до сердец как можно большего количества людей. Тогда он сказал, хорошо, но только учти, что Австралия очень далеко от других стран, а в Америке очень развитые некоммерческие организации. Подумай об этом. Если ты действительно хочешь достучаться до 7 миллиардов человек, тебе стоит переехать в Калифорнию. И я переехал из родительского дома в Калифорнию, тогда мне было 23, то есть 10 лет назад. С тех пор я и занимаюсь некоммерческой деятельностью. А спустя 6 лет после переезда в Америку я познакомился со своей женой. Вот поэтому я сейчас живу не в Австралии. Я очень долго смеялся, когда прочитал один случай, когда ваши друзья положили вас в багажную полку в самолете. Это что за шутка была? Над кем вы шутили? И какая реакция была людей, которые вас там обнаружили? На этой багажной полке? Когда столько путешествуешь, все время хочется чем-то разбавить постоянную занятость. Да, мы так пошутили в Индонезии. Это действительно было очень смешно. Но 2 года назад в Америке мы пошутили еще интереснее. На меня надели форму пилота, и я приветствовал пассажиров. Я говорил, что я капитан воздушного судна. Они реагировали очень забавно. Это же было в полете или еще было на земле? На земле. Во время посадки я приветствовал пассажиров в форме пилота и говорил, добро пожаловать на борт. И как люди реагировали на это? Кто-то понимал, что это шутка, кто-то нет. Родители спрашивали друг друга, «Ты что-то знаешь об этом?» «Нет». А дети кричали «Классно, классно». Потом я сказал им, что это была шутка, и люди, конечно, расслабились, узнав, что я не собираюсь управлять самолетом. И когда вы возвращаетесь домой, как вас встречают? Жена, дети. Очень много любви, объятий, поцелуев. Потом я принимаю горячий душ. Это лучшие моменты моей жизни, когда мы вместе ужинаем, смотрим кино или слушаем музыку. А вам что-то готовят? Какое-то любимое блюдо? Особую еду, которую вы любите? Моя жена наполовину японка, наполовину мексиканка. Я знаю историю вашей жены. Она часто готовит мексиканскую еду. У нее хорошо получаются супы. Супы я очень люблю. Я очень люблю борщ, разные европейские мясные блюда. Я славянин по происхождению. Мы тоже славяне в Беларуси. Я знаю, мне очень нравится ваша культура. У нас много общих черт. Гостеприимство, радушие. Это здорово. Во многих западных культурах ничего такого нет. Мне кажется, вы нашли вот Канава, свою жену, друг друга, наверное, потому что оба выросли в суровых условиях. Я читал в этой книге, что ваша жена росла в тяжелых условиях, поэтому она ценит все то, что у нее есть. Она ценит людскую доброту, она ценит вас. Она работоспособна, она отзывчивая, она понимающая. Она замечательная. Она мой герой. Я уверен, что самые сильные люди это те, кому довелось многое пережить. Она действительно через многое прошла, и я очень благодарен ей за то, что она со мной. Она прекрасная мать. Она для меня лучшая жена, чем я для нее муж. Она потрясающая. Ник, спасибо, что вы приехали, что мы беседовали. Вы знаете, есть такое поверье, что после бесед с вами, после лекций, тот, кто обнимает вас, то появляются новые силы. Я хотел бы этой возможностью воспользоваться. Силы мне нужны. Силы исходят не от объятий Ника Вуйчича. Силы исходят от веры в Бога, и от осознания того, что Иисус рядом с тобой. Ну, конечно, я вас обниму. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ